Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале! Сегодня видео хочу посвятить тому, как я готовлю блюда из заморозки. Кто смотрел мое видео по заготовкам, знает, какие полуфабрикаты я там заготовила. А сегодня я покажу и расскажу, как я их готовлю. Кому интересно, оставайтесь со мной. Надеюсь, видео будет вам полезным, интересным. Всем приятного просмотра! Чтобы приготовить замороженные куриные рулетики с беконом, я их предварительно немного размораживаю. В холодильнике часов 5-6. Можно готовить и в замороженном виде, просто у вас время на приготовление уйдет чуть больше, минут на 15-20. Я же рулетики слегка размораживаю, не до конца. Солю, перчу, добавляю сметану сверху и накрываю фольгой. Отправляю в духовку, разогретую на 180 градусов, минут на 40. Далее фольгу убираем, проверяем. Если все готово, то посыпаем сыром и отправляем в духовку еще минут на 5-10, чтобы сыр расплавился. Наши очень вкусные рулетики будут готовы. Получаются они очень сочные, мягкие и красивые в разрезе. Несмотря на то, что они были заморожены, получаются они очень сочные. Котлеты в основном я готовлю с соусом, но можно и просто пожарить на растительном масле. Просто дополнительно протушить еще немного с водичкой. Итак, замороженные котлеты выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом. И жарим с двух сторон примерно по 7-10 минут до румяной корочки. Для соуса я смешиваю 2 столовые ложки сметаны, немного соли, примерно 1,5-2 чайные ложки муки обычной. И добавляю зубчик чеснока. Соус будет с таким чесночным ароматом. Заливаю это все примерно 200 мл теплой воды кипяченой. И все перемешиваю. Добавляю наши котлетки. Накрываю крышкой и тушу еще примерно 20 минут до готовности. Если соус вы не хотите добавлять, то доливайте просто немного воды и тушите так с водичкой, чтобы они точно дошли у вас до готовности. Подаю в основном либо с пюре, либо с гречкой, либо с макаронами. Получаются они очень мягкие и нежные вот такие вот, очень сочные котлетки. Замороженную курицу в маринаде я предварительно размораживаю. С вечера достаю ее из морозильной камеры, помещаю в холодильник. И в течение ночи курочка полностью у меня размораживается. А к обеду можно приготовить вкуснейшее блюдо. Можно просто запечь курицу, а можно сделать вот такую вот овощную подушку. У меня это лук и морковь, но можно использовать любые овощи по желанию. Выкладываем сверху подушечки нашу курочку, накрываем фольгой, отправляем в духовку разогретую на 180-190 градусов на 30 минут. Затем фольгу убираем и допекаем еще около 30 минут. И вот такая сочная, очень вкусная курочка у нас получается. Техтели и ленивые голубцы не размораживая укладываю в форму, смазанную растительным маслом. Также можно их приготовить и на сковороде, как мы делали котлетки. Обжариваем с двух сторон до румяности и заливаем соусом, тушим до готовности. Я же укладываю в форму, заливаю соусом. Соус у меня состоит из 1 чайной ложки томатной пасты, 2 столовых ложек сметаны, немного соли и 300 мл воды. Все это заливаю, ставлю в духовку разогретую до 180-190 градусов. И томлю там минут 50, чтобы точно все у нас приготовилось. И все достаем, пробуем. Получаются они очень мягкие, сочные и вкусные. И напоследок покажу, как я готовлю гуляш из замороженных кусочков мяса. Мясо я заранее достаю, то есть, например, с вечера. И в течение ночи в холодильнике оно у меня размораживается. А днем я уже готовлю. Либо же утром достаю мясо и к вечеру оно у меня отходит при комнатной температуре. Далее подготовим овощи, морковь, лук и немного чеснока. Все это нарезаем производными кусочками, брусочками, кружочками, кому как нравится. Мясо мы отправляем в сковороду с разогретым растительным маслом и обжариваем на высоком огне минут 10. Далее добавляем лук и морковь. Жарим вместе еще минут 10 под крышкой. Затем добавляем специи, соль, перец, томатную пасту, либо кетчуп столовую ложку. Все хорошо перемешиваем. Заливаем это все теплой водой 200-250 мл. И тушим под крышкой на небольшом огне минут 40. Затем добавляем по вкусу сахар обязательно, чеснок, лавровый лист и зелень. У меня замороженная петрушка. Все перемешиваем, накрываем крышкой и тушим еще минут 10. И все, наш гуляш готов. Мясо получается сочное и мягкое. Там в дальнейшем до 12. temples-то, встаем в veure-iyeем. Продолжение следует... Продолжение следует.